Ну и еще одну новость из Крыма мы продолжаем обсуждать уже который день. В Симферополе суд решает вопрос о мере пресечения одному из организаторов подготовки терактов Евгению Панову. Заседание проходит в закрытом режиме. Евгений Панов, уроженец Запорожской области, является, напомню, сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его называют одним из организаторов вот этой вот диверсионной группы, которая готовила теракты на территории Крыма. Кроме того, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе. МИД России назвал им еще одного участника диверсионной группы Андрей Захтей. Внешнеполитическое ведомство нашей страны распространило официальное заявление в связи с подготовкой терактов в Крыму. В нем, в частности, отмечается, что такие действия со стороны Украины свидетельствуют о нежелании решать накопившиеся проблемы мирным путем. В Крыму, тем временем, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, усиленно охрана туристических объектов. Глава республики Сергей Аксенов уверен, что жителям и гостям полуострова опасаться абсолютно нечего. Нас этим с пути не собьешь. Действия украинских властей расценивают как террор против мирного населения республики Крым. По группам диверсантов предложение простое, пленных не брать. Раз они приняли решение в данном случае уничтожать мирное население сотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил, ответ должен быть адекватный. Я в другом интервью уже говорил о том, что как фермеры поступают с воронами, которые урожай грабят, вывешивать их напротив границы, в данном случае, чтобы другим было неповадно. Меры будут приняты исчерпывающие по обеспечению безопасности границы. Наш президент дал себе соответствующие поручения специальным службам. Мы в том числе взаимодействуем в полном объеме. Поэтому пусть крымчане не беспокоятся, все находится под контролем. Напомним, накануне в ФСБ России заявили о захвате диверсионной группы, которая состояла из сотрудников главного управления разведки Министерства обороны Украины. При себе они имели взрывчатку, гранаты, мины. Задержанные диверсанты на допросе заявили, что должны были устроить лишь несколько небольших взрывов, чтобы вызвать панику и сорвать туристический сезон. В Крыму убивать никого не собирались. Тем не менее, по факту подготовки терактов возбуждено уголовное дело. Киев, в свою очередь, опровергает причастность к подготовке диверсионных групп. Петр Порошенко поручил привести в полную боевую готовность украинские войска на границе с Крымом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.